Когда ты уверен в своем автомобиле, когда ты нацелен на результат. До главного старта года ралли Дакар остается меньше двух недель. За звание самых выносливых и надежных гонщики будут бороться в тяжелейших условиях со 2 по 14 января, а значит с празднованием нового года придется повременить. Техника уже находится на территории Саудовской Аравии. Паром, корабль большой с машинами участников из Марселя прибыл буквально несколько дней назад в Джиду. Техника готова к бою. Команда в течение декабря проходит различные тренинги, обучающие семинары. 44-й по счету Дакар в Саудовской Аравии проходит уже третий год подряд. Финиширует команда 14 января в портовом городке Джида. На этот раз «Камазмастер» представят 4 спортивных грузовика. Пилоты Антон Шибалов и Андрей Каргинов выступят на доработанных машинах предыдущего модельного года. Действующий чемпион Дмитрий Сотников и пятикратный победитель Дакара Эдуард Николаев опробуют две новые модели семейства К5. Много внедрено легких компонентов, связанное как раз таки и с развесовкой, и с общим весом автомобилей, где автомобиль имеет очень красивый облик. Также проведены работы с турбокомпрессорами. Команда выезжала на Высокогорье. То есть не только машины тестируются у нас в Татарстане, также мы выезжаем и в Казахстан. Маршрут Дакара в этом году непростой. Много кольцевых спецучастков, песчаные дюны. Пилоты признаются, чтобы победить, придется выкладываться на все сто на каждом из этапов. Все-таки Дэвид Кострай делает упор именно и в это направление, чтобы было много соревнований, было много борьбы и пилота, и штурмана. Поэтому расслабляться нельзя ни в какой день, ни ждать где-то там прямой участок, ровный. То есть они все насыщенные, все длинные, то есть такие хорошие рабочие участки, я думаю, будут до финиша. Все члены команды Камазмастер перед поездкой привились от коронавируса. У всех уже есть антитела. Впрочем, антиковидные меры на ралли соблюдаются очень строго. Сегодня Владимир Чагин рассказал, как это было в прошлом году. Допущены, безусловно, только здоровые спортсмены, никакого там коронавируса на биваке не было. Доступ на бивак был сильно ограничен со стороны посторонних людей. Также перемещение внутри бивака команды старались практически не совершать. К сожалению, на этот раз на экипировке и автомобилях Камазмастера не будет российского флага. Но он остается на регистрационном номере наших машин. Команда вылетает в Саудовскую Аравию уже 26 декабря. Юлия Гоголева, ТНВ, Казань.